Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором вас всегда ждут свежие обзоры на любую технику, которая появляется в игре на продаже, или в контейнерах, или в рулетках, или где-либо еще. И в игре у нас появился абсолютно новый коллекционный средний танк 8 уровня Советского Союза Объект 590. Забрать его можно из контейнеров. В отношении контейнеров ничего говорить не буду, сами посмотрите, там в принципе все типично. Все как обычно. Можно взять себе тачку, если вам повезет, а если не повезет, то необходимо открыть целых 30 контейнеров для того, чтобы забрать себе эту машину гарантированно, потому что при каждом открытии контейнера забираете себе один талисманчик на данную тачку. Ну и если прям совсем повезет, то за эти все контейнеры, которые вы будете открывать, вы еще, может быть, достанете себе солидный контейнер, из которого заберете себе минимум восьмерку. Машина с вероятностью 5%, солидный контейнер с вероятностью 1%. Дальше можете ознакомиться самостоятельно. Ну и в отношении везения, у каждого оно свое, я лично не планирую открывать контейнеры, хотя сам танчик мне понравился на тесте, пока у меня был. Но просто потому, что она контейнеры не сильно везучий, я лучше подожду, когда он появится на прямой обычной продаже. Что он собой представляет? Довольно интересная, прикольная машина, да, со своими нюансами, но в целом играется очень даже приятно. Что меня порадовало? Приятная подвижность и наличие какой-никакой брони, которая неплохо играется. Не везде, но все-таки присутствует. Короче говоря, типичный, нормальный, хорошо взвешенный средний танк. В отношении подвижности, ребят, то, о чем я говорил, 52 километра вперед и 18 назад, что в целом вполне себе даже комфортно и приемливо. В отношении орудия не все так весело, как хотелось бы и сейчас скажу почему. Что понравилось? Понравилось 8 секунд перезарядки и 280 единиц альфы. В целом ДПМ в 2000 вполне реализуем, но только теми ребятами, которые умеют играть на средних танках. Те, кто не умеют играть и предпочитают тяжи, у вас, скорее всего, с этой машиной, как минимум, поначалу будут однозначно проблемы. То, что мне не понравилось. Мне не понравилось абсолютно бронепробитие базовыми снарядами. Просто унылое. 191 с учетом того, что оборудование я поставил на калиброванные снаряды. Потерял полсекунды по перезарядке. Они добавились к моему КД, но получил 191. Если вы в оборудовании ставите себе на досылатель для того, чтобы вроде бы как стрелять немножко быстрее, то здесь будет 7,5 секунд и в целом вы этого не почувствуете. Но очень четко ощущается уровень бронепробития. 182 единицы на восьмом уровне. Это просто жестяк жестокий. И даже с установкой калиброванных снарядов все равно вы не приходите по этому показателю в нормальное, нормальное, типичное пробитие на восьмом уровне. 191, согласитесь, тоже не хватает. Ну хотя бы, хотя бы 205. Тогда можно было бы играть с большим комфортом. Минус 8 по углу склонения орудия. Приятно комфортно на неровностях. Ну и разброс вполне себе приятный. 0,34. А вот в отношении времени сведения два раза слоты установлены в оборудовании на улучшение данного показателя. А все равно 4,3. Короче говоря, на средних и на дальних расстояниях порой в край дискомфортно играется. Потому что вам приходится долго ожидать, пока орудие сведется. Ну как долго? Сравнительно долго с другими машинами на этом уровне. Ну что, берем тачку и поехали. Просто затестим, на что она способна. Ну что, ребят, поехали. Что собой машина представляет? Очень маневренная. Как вы видите, в повороты входить будет крайне комфортно и удобно, когда раскочегаритесь. В отношении раскочегариться это занимает времени, достаточное количество для того, чтобы начать потихоньку эту машину не любить. Но со временем к этому привыкаешь и не обращаешь на это какого-то особого внимания. Когда раскочегарил, прет вполне нормально. 50 км в час вам обеспечены. Едете, ну и в целом добираетесь туда, куда вам надо. В отношении точности. На удивление, очень точное орудие. И мне, честно говоря, понравилось. На ходу можно закидывать вполне себе спокойно. Ну и в отношении выцеливания каких-то зон тоже в целом вполне приемлемо. Стоит помнить о том, что, как я говорил, время сведения у орудия далеко от идеала. И вот сейчас, как вы видели, я кидал без сведения, просто потому что соперник мог уйти. Ну и в целом нечестно было бы сказать по поводу того, что данный показатель не было бы правильным немножечко все-таки поднять в данной машине. Пока машина была у меня на тесте, а мне, да, разработчики дают танчики до введения их в игру, для того, чтобы я их потестировал, высказал свое мнение и сформировал свое мнение, для того, чтобы потом на них снять абсолютно честный обзор, мне машина в целом понравилась. Я не сильно люблю средние танки Советского Союза на восьмом уровне. Ну, как-то они мне не заходят, за исключением некоторых машин. Но вот этот товарищ мне действительно понравился. Хочу ли я его себе? В целом, да, и я думаю, что когда у меня будут выпадать на советские танки средние какие-то боевые задачи, и при наличии этой машины у меня в ангаре, я бы, наверное, все-таки выполнял именно на данной тачке любые клановые и обычные боевые задачи. Но в то же время я не готов платить какие-то бешеные деньги за данную машину. Если бы тачка появилась на продаже, то я бы себе ее приобрел и считаю, что объективная нормальная цена для данной машины, с учетом того, что танк новый и, в принципе, с довольно-таки приятным геймплеем, будет где-то тысяча восемь с половиной, можно было бы вполне спокойно брать. Ну, правда, если там были бы какие-то дополнительные плюшки по типу каких-то бустеров и так далее. В голом состоянии машина стоит своих семь с половиной вполне спокойно, и в целом я ожидаю данную машину на продажу для того, чтобы просто взять и купить ее. Не любитель я пытаться вытащить танки из каких-то контейнеров, потому что считаю, что игра с судьбой в рулетку не совсем то, чем мне хотелось бы заниматься. Я за то, чтобы просто заходить в магазин и приобретать себе товары, которые я вижу, и сразу ставить себе нужную мне тачку в ангар, ну и, соответственно, радоваться. Да, не расстраиваться из-за того, что я потратил, не знаю, там, 15-20 тысяч голды на то, чтобы достать эту машину. Особенно расстраивает, когда ты потратил тысяч 10-15, а по факту саму тачку-то и не получил. В общем, в целом машина на меня вполне себе даже приятное впечатление произвела. Интересно, весело, задорно, вполне себе приемлемо по ДПМу, вполне себе приемлемо по подвижности. Я бы сказал, она очень хорошо взвешена, ну и, соответственно, очень хорошо устаканена в отношении практически всех показателей. Как я говорил, основное то, что меня смущает в данной машине, это у нас, ребят, время сведения, которое меня прям совсем смущает. Ну и хотелось бы все-таки, чтобы бронепробитие было немножечко получше. Ну ладно, бог с ним, с бронепробитием, можно, в принципе, как-то приплатыкаться к этому вопросу. А вот в отношении того, чтобы сводилось побыстрее, вот это все-таки, я думаю, разработчикам со временем необходимо будет поправить. Открывать контейнеры? Не открывать контейнеры? Ребят, определяетесь самостоятельно и выбор за вами, по какому ценнику забирать себе танк. Так, мое дело показать вам танк таким, какой он есть на самом деле, ничего не скрывая и не приукрашая. В целом, вы это найдете в любом моем видео на любую тему. 3773 единицы нанесенного урона, знак классности первой степени, один уничтоженный соперник в отношении возможностей машины по фарму серебра. Я бы не сказал, что это прям крутой какой-то фармер, давайте посмотрим на результаты без учета прем-аккаунта и без чего-то дополнительного. И, как вы видите, здесь у нас, ну, прям особо хвастаться нечем, хотя в целом, почему бы и нет. За особые достижения дали целых 48 тысяч, но эти особые достижения не всегда будут вам достижимы. Соответственно, можно как минимум в половину скостить. Ну и в целом, без учета прем-аккаунта, я получаю 95 с половиной тысяч серебром, что, в принципе, считаю неплохим показателем, но не заоблачным, потому что, когда на данную тачку будет достаточное количество владельцев приходится, соответственно, ваши уровни достижений и медалей, они будут существенно ниже, потому что планочка требований для получения знаков классности, допустим, соответственно, поднимется. Вот такой вот интересный товарищ появился в игре, и я, честно говоря, с удовольствием рано или поздно данную машину поставлю себе в ангар. Ну а вы пишите свое мнение обязательно в комментариях, мне будет интересно почитать, а кому-то будет познавательно, особенно если вы достали себе данные танки из контейнеров, ну и, соответственно, пишите свое мнение уже как человека, который на этом танке поиграл. Пошел снимать следующее видео, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok